Слава Богу! Апостол Павел пишет. Всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились. Так как истина в Иисусе – отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. И апостол Павел, мы видим, находится в тюрьме и услышал, что вот в Эфесе создалась новая церковь его учениками, и исполнился радостью. И пишет вот это послание, которое дошло до нас, оно написано через Павла, но видно, что «Духом Святым» – это слово для всех, для нас. И мы видим, что вот с 4 главы вот эти слова «Чтобы вы не поступали» или «Чтобы вы поступали», Павел повторяет это слово. Вот с 4 главы Павел пишет в своем послании уже «Чтобы мы ходили и жили пред Богом». 4 глава начинает со слов «Я вот умоляю вас, чтобы вы ходили достойно звания». Здесь мы встречаем слово «Чтобы вы поступали, чтобы вы не поступали, как прочие народы». Это слово встречается 5 раз на коротеньком участке своего послания. И мы видим, что Павел, вот его тема сейчас – «Чтобы мы жили пред Богом». Первая половина послания – «Чтобы Бог сделал для нас, для всех». А вторая половина – «Что мы теперь должны делать для Бога, уверовавшие во Христа Иисуса». Потому что этот вопрос, мы видим, волновал и первую церковь, волнует и всех нас. Что же теперь делать? Мы же спасены. Мы имеем жизнь вечную, мы имеем все. И интересно, если бы Павел начинал по-другому свое послание. Вот если бы он начал бы вот этот бы первый стих. Я, Павел, приветствую вас и умоляю и заклинаю вас теперь не жить, как прочие народы. И почему он так не делает? С этого места, с 17 стиха, я хочу, чтобы мы почувствовали сердце апостола. Он призывает нас к серьезным переменам. Это очень хорошо – приходить в церковь, молиться, собирать деньги, петь, славить. И вот это очень хорошо, просто замечательно. И это славит нашего Бога, Ему очень приятно. Но наступает момент. И этот момент вот здесь, вот в этом послании, и момент в нашей жизни. Но надо меняться. Надо менять жизнь. Надо оставлять то, что очень приятно. И принимать то, что очень страшно, поначалу. Но нужно объяснить, что это крайне необходимо. Примеров много. Это вот как у доктора, если вы получаете диагноз, и у вас болезнь, и следующее, что доктор прописывает вам, что вам надо поменять свои жизни. Перестать что-то есть, то, что вам вредит. Перестать нарушать режим питания, режим жизни. Принимать лекарства или начинать принимать какую-то еду, которую вам не нравится. Но что-то надо в жизни менять. И так получается, что жизнь наша, человека, вот пред Богом, она именно замечательная и прекрасная до тех пор, пока не начинаются слова от Бога. Тебе надо оставить все злое, все плохое. И тебе надо делать то, что я тебе говорю, исполнять мои заповеди. И если вот упростить, упростить жизнь человека пред Богом, то мы вот в Адаме, в первых людях ушли от Бога, убежали, согрешили, и все человечество убегает, и Бог нас зовет, Бог любит нас. Любого Божьего человека возьми, первое послание, я люблю тебя от Бога. Бог любит всех нас. Но мы Его не слушаем. Почему? Потому что Бог говорит тебе, надо исправить свою жизнь. А с этого момента нам не нравится. Нам нравится жить, как мы хотим. Нам нравится жить, как нам кажется правильным. И когда нам читаем Божье Слово, или нам Божьи люди что-то говорят, нам это не нравится. Мы закрываем книгу, выключаем радио. Нам не нравится. Когда он говорит, перестань блудить, перестань грешить, перестань пить, курить, материться. Перестань. Нам не нравится. Нам надо меняться. И что делает апостол Павел? Можно поменять. И проповедь, видите, наступил момент избавляться от прежнего образа жизни. От прежнего образа жизни. Что с нами произошло? Вот таких грешных, безбожных, злых, коварных людей, у которых грех просто пропитал всех насквозь. Нет более испорченного места на земле, как сердце человека. Вот таких нас Бог нашел через Евангелие. Бог омыл свои крови причистое, искупил, заплатил дорогую цену, дал нам новое звание, дал нам новое звание детей своих, усыновил, дал богатства огромнейшие, средства, которые просто в деньгах не поместить в это помещение. Уютное и большое. Не поместить. Но что еще Бог оставил? Бог сделал очень много для нас, для всех. Но теперь Он еще явил нам Иисуса Христа в своей полной любви. Никто нас так не любит, как Христос. Никто нас так не любит. Ни родная мать, ни отец, никому мы так не нужны. Ни своим супругам, ни своим детям, ни своим родителям, никому мы так не нужны, как нужны Богу. Бог нам открыл свое сердце и говорит, вы мне очень нужны, я вас очень люблю, я вас очень всех ценю. Бог открылся нам. Бог открыл нам сердце свое. Зачем? Чтобы наступит момент, и он сейчас наступает, наступает, вот, 4 глава, 17 стиха, он настанет момент и говорит, вот теперь я вас призываю, вам надо оставить прежний образ жизни. Такой образ жизни, как у язычников. Что произошло? Что произошло? Здесь очень серьезный принцип, который показывает нам, вот, апостол Павел, Дух, Святой Бог, он нам показывает, те же самые слова, можно сказать, все, тебе надо бросить грех и жить со мной, ведь это же все просто, нам это не нравится, нам такой Бог, который вот требует от нас правильной жизни, он нам не нравится, и мы от Него убегаем, мы захлопываемся, мы расточаемся против Него, что это Он будет нас тут учить? Мы сами себе тут, Боги. И вот Бог, чтобы эту же самую истину, но она крайне важна, даже бескрайне важна для всех, для нас. Павел к ней готовился, Павел уже хотел о ней сказать в 4 главе, вот в 1 стихе, а потом решил, нет, надо еще 3 важных момента сказать, чтобы вернуться к ней. Какие? Повторим, что мы все едины вот во Христе Иисусе, что в церкви очень важный момент разнообразия, и что церковь, у нее принцип вот роста, вырастать, возрастать сейчас в Боге. Но, и теперь вот он переходит к моменту, ну, что же нам теперь делать? Интересно, в свете вот этой истины, что нам надо менять образ жизни, мне интересно, вот переоцениваешь те истины, которые Павел только сказал раньше, вот в 4 главе, что не хватало бы вот для нас, что, ну, допустим, последнее, что образ жизни, грешный, вот безбожный образ жизни, который мы унаследовали, он мешает росту церкви. Невозможно остаться безбожником, давайте так, соединяем, христианином, живущим безбожной жизнью, и строить церковь. Никаких взаимно скрепляющих связей, никакого роста в Боге, во Христе, ничего этого не будет, ничего, образ жизни мешает, образ жизни. И что же сделал Бог? Еще раз, смотрите, получается, Он нам, прежде чем сказать «меняйтесь», Он нам показывает, с каким сердцем Он это говорит нам. Прежде чем Он сказал «меняйтесь», «оставьте прежнее и возьмите новое», Он нам опять говорит, ну, смотрите, что вы получите в результате своих перемен. Он нас интересует. Есть другая мотивация, история церкви показывает, ведь можно же нас заставить по-другому давить поменяться. Так, не будете грешить, или будете грешить, все, не спасетесь, не будете грешить, все, я оставлю вас и возьму других. Нет, мы не мечтаем эту мотивацию. Он говорит «меняйтесь, потому что Я люблю вас», «меняйтесь, потому что Я приготовил вам великие сокровища на небесах», «меняйтесь, оставляйте». И мы, вот, видите, из-за того, что, ну, может быть, я об этом специально говорю, если об этом сейчас не сказать, эти слова, они серьезные очень, они не касаются просто всех глубин наших сердец, самой глубины. Это же наше сокрытое. Сейчас даже многие из нас не открыли это перед Богом. А Павел именно об этом сейчас будет говорить. И если не оговорить, вот, предисторию, предисловие, первой половины послания, вот этот принцип, прежде чем обличать и прежде чем менять, скажи о любви и скажи о богатствах, которые Бог дает. И сейчас мы читаем, вот, вместе с читателями, вот, Ефесян, мы читаем, мы уже в другом состоянии, мы уже в другом расположении. У нас расположение, наверное, как у Израиля, который, вот, помните, с Иисусом Навиным, или, вот, все, что Бог сказал, сделаем. Вот такое состояние. Все, что Бог сказал, сделаем, а Бог говорит нам, давайте избавимся от прежнего образа жизни. И призыв поделим на две части. Давайте, первое, Павел сначала говорит о том, что какой мы образ жизни имели у язычников. И первое, он говорит о суетности ума у язычников. Второе, что язычники помрачены разумом. И давайте так, говоря о язычниках, у нас написано «прочие народы». Но стоит слово «язычники». Это слово, оно любимое у евреев, когда они возвышают себя, а про язычников они говорят «гои». Ну, язычники – это люди второго сорта. И вот, мне интересно, Павел пишет язычникам церкви и почему-то говорит о язычниках. Ну, красиво переведено «прочие народы». Я думаю, что это уже термин наш, уже церковный, в Эфесе уже. И языческий образ жизни, это специально так некрасиво названо, но речь не идет о евреях. Речь идет о безбожном образе жизни. Потому что, я думаю, что в первой церкви язычников называли, и это безбожный образ жизни. Кто такие язычники для евреев? В чем здесь параллель? Это люди, которые не верят, ну, не евреи, не верят, не знают истинного Бога. Они живут без Него. Они придумывают себе новых богов. Они, у них все равно потребность поклоняться есть, да, у них религия есть. Но они не поклоняются истинному Богу. Кто такие язычники, не знающие Бога? У них нет знания о Боге. Потому что от Адама, начиная, поколение новое и новое, дальше и дальше убегают от Бога. С семимильными шагами человек убегает от Бога каждый день. И вот таких нас, вот язычников, безбожников, Бог призвал и посадил рядом с собой. Но образ-то мышления, образ жизни безбожный у нас остался. И Павел именно решает, вот видите, самое главное для нас в жизни избавиться от этого образа. Сначала его надо обличить, то есть показать. Говоря о язычниках, вот он говорит о нас. О безбожном образе жизни мы говорим о себе. Мы жили без Бога, мы научились жить без Бога, мы умеем жить без Бога. Мы впитали этот опыт жизни с молоком матери, мы научились этому в школе, во дворе с детьми, когда с друзьями играли. Мы увидели этот образ жизни там в средствах массовой информации, в кино увидели. Мы научились и до сих пор учимся, потому что живем среди безбожных людей, которые успешно, повторяю, успешно живут без Бога. И это нас смущает, и это нас соблазняет. Как это так? Мы омываем руки в невинности, мы молимся, мы жертвуем в церковь, мы читаем Библию, мы пропитываемся Божьим Словом. Но они успешнее во многом, чем мы. Это нас смущает, и делаем мы в свое время каждое свое решение. Я буду жить, наверное, как они, вот в этом. Буду вот и христианином, и буду вот так же жить по-наглому, по-коварному, со злобой, с лицемерием. Буду так же жить. И многие начинают так жить. И Павел видит эту проблему. И похоже, что в тюрьме, там, когда братья пришли, рассказали о церкви, апостол опытный служитель, опытнейший, он сразу же, так, а как живут? Потому что я знаю Эфес. Я там служил два с половиной года, я знаю Эфес. Там гигантский этот храм, это Артемиды, там развитое это служение было развратное, точно такое же, как в Коринфе, точно такое же. Экономика вокруг этого храма, все люди развратные, и там я строил церковь, я там учил учеников, я там это делал, я знаю это. И он стал спрашивать, а как люди живут? И наверняка услышал, живут. Ну, да, Павел, проблема вроде бы и христианин, но еще образ мышления, образ жизни еще мирской. О, наше слово. Безбожный, языческий. В первой церкви вот это слово было, языческий. И Павел, он держал эту мысль в голове, это была мысль его номер один. К этому призвать, но что перед этим сделать, повторим. И это образ мышления и принципы действия для нас, как для лидеров и для Божьих людей, они для нас должны быть. Ведь мы точно к этому же призываем каждый день своих детей, призываем своих друзей, знакомых, всех, ну, с кем мы рядом живем, оставить языческое, оставить мирское. Это уже наше вот, у славянских, да, церковь, мирское. Чувствуете, да, мы свели. Но это и, мне кажется, есть синоним, языческое, мирское. Ведь это же можно сразу же, увидел ты, брат, и тут же его сказал, вот, оставь это. Но Павел прежде, видите, артиллерийскую подготовку сделал. Он рассказал, что мы имеем на небесах, что сделал Бог для нас. Какое неисследимое сокровище мы имеем на небесах, мы просто ждем его, нас Бог готовит к нему в церкви. А теперь надо поменяться. Вот в этом. И Павел объясняет, в чем вот суть язычников, а значит и наша с вами проблема. Во-первых, суетность ума. Поэтому, 17 стих, я говорю, заклиная Богом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, мы понимаем, да, что язычники, по суетности своего ума. Суетность – это наше с вами положение во время призыва к Богу. Суетность ума у людей, которые живут без Бога вокруг нас. Суетность – это слово, которое буквально обозначает бесполезность. Бесполезность, бесцельность, неразвитие никуда. Это самое любимое слово, где оно встречается, помните, кто сказал? Суета – сует. Все суета. Да, это больше всего, больше 40% это слово встречается в книге «Экклесиаст». «Экклесиаст» – Соломон, исполненный Духом, Святой, Мудростью от Бога, Царь Дейский. Он размышляет о жизни, размышляет о жизни и видит, что вся жизнь бессмысленна. Под солнцем. Нету смысла в ней. Все идет по кругу. Нету жизни, нету смысла, если человек живет без Бога. Единственный смысл он, вывод своего философский, мудрости по Богу философски, он выводит в конце. В чем смысл жизни? Живи пред Богом и радуйся той жизни, которую дает тебе Бог. И помни, что за всякое дело Бог тебя проведет на суд. Это смысл жизни. Язычники его не знают. Мы с вами этого не знали. Учились – а смысл в учебе? Работали – а смысл в учебе? Детей рожали, воспитывали – а смысл? Если ты не знаешь, у них нету смысла. Да, ради сохранной жизни. Гуманизм развивается, чтобы жизнь была, да. И в этом много согласно с Библией. Потому что есть еще… Мы видим несколько путей познания человека, человеком Бога. Или по Слову Божьему, или научным методом. Войны, голод. Те последствия, когда безбожное человечество пожинает от своего безбожия. Некоторые встают, умные люди, и говорят, слушайте, наверное, надо делать, как написано в Библии. Ну, правда, отвергая Бога, но надо, как в Библии. Они понимают многие, что вот эти истины, которые Бог прописал человеку, они важны. Если их ослушаться, приводят целым воинам, к эпидемии. Но это наше с вами положение. Суетность ума. Второе, второе, это 18 стих, написано «будучи помрачены в разуме». Помрачены – это разум темный. Разум у нас есть, но он написан темный. Темность, темнота разума заключается в том, что нету Слова Божия, не знают о Боге. Мысли есть, выводы есть, способность мыслить есть, а он темный. Апостол Павел там дальше будет, говорит, поступайте, как дядя Света. Будьте светом. Темнота. Темнота. Наверное, самый лучший пример. Жалко, его на опыте здесь нельзя, хотя можно показать. Если выключить здесь свет у нас с вами полностью, это будет прекрасная модель нашей жизни без Бога. Даже, ну, и вот там вот выключить свет и закрыть. Однажды преподаватель у нас в семинаре сделал так. Он это из опыта по молодежи, вот с молодежью работает, его имя Пол Торсон, он миссионер в Киеве сейчас. Выключил свет. Мы сидели, он продолжал. Смотрите, вот это мы, ну, а мы можем это сделать мысленно. Выключаем свет. Можете закрыть глаза. Мы же живем. Мы же живем, но света не видим. Минут 5-10 нам тяжело. Потом минут через 15, ну, что, надо же жить. Мы начинаем лучше слушать. Мы начинаем осязать. Мы бы начали привыкать жить в темноте. Ну, что, надо есть готовить. Надо все. Мы начали. И что потом стали, даже это в семинаре, среди вот пасторов, стали хихикать. Кто-то стал сдавать неприличные звуки. А Пол говорит, заметьте, в темноте легче творить зло. Почему? Потому что не видно тебя. Безнаказанность. И вот так вот без Бога мы умеем жить. Но и мы сделали многие выводы. Мы много научились делать. Это еще раз повторяю, без Бога. Но это и есть помраченный разум. Помраченный разум. Следующее положение наше – это отчуждены от жизни Бога, буквально, третий момент. Это вторая часть, 18 стих, вторая часть. Отчуждены от жизни Божьей. Буквально отделены от жизни Бога. Если это нарисовать картину, то вот жизнь Бога, а вот мы. И между нами раздел. Бог жизнь сотворил по своим правилам, со своими целями, по своему плану. Когда мы живем без Бога, живем без Бога, то наша жизнь протекает параллельно. Они не пересекаются. Мы отчуждены. У нас свои цели, свои планы. Но у Бога свое. Казалось, надо здесь уже, наверное, с этого момента, я уже думал, надо говорить не просто, что вот это такая картина. Но зададим вопрос. Счастливы ли мы от этого? Потому что Павел, если вот эти все истины его объединить дальше, вот, живите, вот, не живите, как язычники, живите, как божьи люди, живите, как чадо света, живите, как, живите в любви, с пятой главы он начнет говорить. Это все заповеди мудрости, мудрости жизни в Боге, мудрости жизни во Христе. Потому что, вот, зачем Бог нас сейчас с вами, вот, через Павла, Духом Святым призывает оставлять прежний образ жизни? Зачем? Да потому что от этого образа жизни языческого мы все очень сильно страдаем. Страдаем сейчас и сильно будем страдать в будущем, а еще и в далеком будущем. Это страшный образ жизни, безбожный. Страшный. Ищите свою проблему, в чем корень зол вокруг вас, в безбожном образе жизни. Потому что человек, живущий без Бога, он несчастен, он живет бесцельно, он не знает заповедей Божьих, он делает выводы о своей жизни, он причиняет вред себе, причиняет вред вокруг живущим. Он живет одним днем, он живет как хищник. Он ищет модели жизни. И я вижу, что, вот, Кенховен на эволюцию нападает. Зачем? Эволюцию не зря они, вот, ее развивают. Потому что, смотрите, видите эволюцию? Вот, мир должен вот так вот развиваться. Где выживает сильнейший, хитрейший, коварный. Кто быстрее приспосабливается, тот и выживает. Вот о чем говорит эволюция. И если мы, плод эволюции, как нам надо жить? Вот так же, как хищники, рвать, душить, идти по лицам, карьеру делать, к власти, к деньгам. Слабый, ты сам виноват. Больной, сам виноват. И уничтожаем друг друга, живем как звери, как пауки в банке. Вот чудовищные последствия безбожного образа жизни. И нам надо избавляться от этого. Но продолжаем обличать себя, или позволять Божьему Слову обличать. Мы отчуждены от жизни Божьей. И еще третья часть, вот, 18 стиха. По причине невежества и ожесточения сердца. Невежество, это еще раз, вот, Бог нас обличает. Невежество, это не только незнание, но и нежелание знать. Невежество. То есть, мы ушли от Бога, мы потеряли знание о Нем, потеряли знание о жизни, которую Бог создал. А Бог жизнь создал с правилами и ограничениями. С правилами и ограничениями. Некоторые мы их сразу на поверхности видим, а некоторые надо знать. Правила во всем, в еде, вот, в жизни, в сексуальной жизни, в семейной жизни, в воспитании детей. Везде есть правила и границы. Не зная правил, живем-ка в темноте. Живем, как, вот, работаем на предприятии, если бы наняли нас и сказали, так, правил нет. Все. И что делать-то? Ну, пошли к станку, стали работать. Приходят правители, говорят, ну, там, управляющий, 500 долларов штраф. Вам нельзя было здесь работать. Может, мне надо убираться за швабру, может, здесь убираться. Тысяча долларов штраф, вы не имеете права убираться. Мы не знаем правил. Точно так же, живя без Бога, нам кажется, вот это доброе, начинаем делать, раз, пожинаем злое. Может, вот это, сюда, в это, как слепые котята, как слепые люди без света. Вот образ жизни. И мало того, что мы это от незнания страдаем, но мы еще это от невежества. Бог говорит, вот моя мудрость, вот мое знание, придите ко мне, научитесь. Невежество что делает? Он говорит, активно убегает от знания. Не нужно мне. И последствия – темный разум. Потому что Павел говорит, невежество – это как причина отчуждения вот и темного разума, помраченного разума. И второе – ожесточение сердца. Жестокое каменное сердце является той же причиной, что мы не знаем жизнь. И наша жизнь отчуждена, да, вот, отделена от жизни Божьей. Жестокое сердце. Бог сколько раз стучался в наше сердце, сколько раз мы Ему открыли. И только через Евангелие. Только через Евангелие Бог достучался. Когда мы увидели крест, когда и спросили, кто там, нам сказали, это твой Бог, который зовет тебя поменяться. Вот это Он показал, как Он любит тебя. И показал вот вообще суть своих законов и заповедей жизни. Я люблю тебя. И вот это нас потрясло, вот это нас низвело на колени. И вот сейчас мы слушаем Его. Но нам надо меняться. И следующее последствие всех вот суетности ума, помрачения разума, отчуждения от жизни Божьей, четвертый момент, это в 20-м, в 19-м стихе. Но они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Когда я работал над этим стихом, я благодарен был Богу. Знаете, за что? Я очень благодарен, что слова очень непонятные. И не перечислены все грехи, которые делают язычники. И не надо их толковать, не надо объяснять, не надо застрять на нем внимание. И пример такой. Однажды монахи в веке так, в третьем, нет, в четвертом, собрались и решили, а давай мы соберем все грехи, которые вот есть в мире, ну, для чего? И напишем книгу, чтобы братья и сестры читали и понимали, что это грех, и оставляли его. Ну, и чтобы лидеры церкви тоже читали, просвещались и видели, о, вот такой грех, и видя грех в братьях и сестрах, говорили им, чтобы они избавили. Хорошая идея. Но когда они написали эту книгу, то у них получился учебник по грехам. Получается, братья так, как же так, надо посмотреть, что мне тут еще не надо делать. И грехи, которые бы лучше забыть бы, вот эти все развраты, все вот эти вот извращения, забыть бы. Вот это вот много-много веков. До девятого века эта книга была. Потом ее, слава Богу, перестали переписывать. Исчезла. И я вижу, что апостол Павел очень мудро поступает. Не перечисляет грехи. Да, там впоследствии будут грехи. Нам нужно будет посмотреть на них, чтобы избавляться от них. Или понять, что они нам вредят нашей жизни. Но здесь же, смотрите, они дадя до бесчувствия. Слышали слово такое? Анальгетик. Анальгетик. Это греческое слово. Анальгетик. Когда человеку больно, доктор, ну или в аптеке сразу вам скажут, примите обезболивающий. Вот анальгетик, обезболивающий. То есть нету боли. Жизнь без Бога, она полна боли. Боль одиночества, боль, когда ты же творишь зло. Не зная даже об этом. И рано или поздно Бог, мы знаем этот закон, что все, что человек посеет, то он и... Это Бог, он мы-то пожнет. Если мы сеем зло, зло рано или поздно пожинаем. Когда пожинаем зло, нам щекотно? Приятно или больно? Нам очень больно. Когда нас обворовывают, когда нас избивают, когда предают, когда разбивают сердце, когда вот всякое вот... Когда несправедливо поступают. Это бой. Бой. Но что придумали безбожные люди? Придумали анальгетик, апальгетик, ну, обезболивающее. И вот после того, как мы научились избавляться от боли, вот безбожной жизни, это через философию, через книги, через всякие тренировки. Все, избавиться от боли. Что мы начинаем делать? Мы предаемся... Написано распутству. Распутство. Речь идет о сексуальной развращенности. Павел работает, чтобы мы правильно относились к браку. У язычников самое страшное, самый вот разлад жизни – это семья. Это вот таких нас Бог позвал, у нас у всех очень низкое отношение к институту семьи. А женюсь, не понравится, разведусь. В Эфесяне раскопки показывают в греческом мире, это греческий мир Эфес. Есть документы, где, знаете, как личное дело или документ в жизни, одна там женщина, то ли 17, то ли 18 разводов, у мужчин не меньше, 21, рекорд держали. Мужчины чаще разводились. Воспитание детей тоже, когда их читаешь, их историю, просто разврат. И понятно, почему эта империя развалилась. Любая империя, где цивилизация, которая развивается и строится, но если низкий институт семьи, она разваливается рано или поздно, потому что любая страна, любое государство, она стоит на людских ресурсах. А люди откуда появляются? От семьи. Крепкая семья, крепкое общество. Очень важный этот момент. И Бог, когда вот эту заповедь дает коротенько, не при любодействии, о чем Он заботится? Он ограничивает нас? Он не хочет, чтобы мы и жили счастливо, и получали наслаждение там гораздо больше? Нет, Он заботится о нас. Он заботится о нас, чтобы нас избавить от венерических заболеваний, от всех вот болезней, которые сопутствуют разврату. Избавить от абортов, избавить от детских домов и интернатов. Почему туда дети попадают? Почему? Да потому что низкий институт семьи, низкий. Детей и родителей просто так бросают. Просто так против своих инстинктов, против своей боли, против анальгетика, наевшейся анальгетика. Это мы с вами. Вот это обличение. И Павел дальше говорит, что мы не так познали Христа. 20 стих. Переворот. Поворот и момент. И Павел говорит о жизни церкви. О жизни церкви 4 момента. 4 момента. Видно, там 4 момента, здесь 4. Жизнь церкви. Как же нам теперь жить? Что же нам поменять? Помните, тема у Павла, которая в сознании, я ее, мне кажется, увидел, освобождение или избавление от прежнего образа жизни. Этот прежний образ жизни, он же у нас в генах. Он же у нас в сознании. В другом месте Павел его называет плотью. Помните, плотские вы. Я не хочу жить по плоти. Не хотите жить по плоти, поступайте по духу. Плоть, Павел подразумевает, не тело. Плоть – это опыт безбожной жизни. Вот что такое плоть. Коротко назвать. Вот что такое плоть. И здесь точно так же. Павел говорит, нам надо освободиться. Что же надо делать? И стих, вот эти четыре стиха, «Не так познали Христа». Слово очень важное – «познать». Это слово «изучить» или «научиться». Это слово самое любимое, наверное, у Андрея, как у миссионера, и у всех у нас. Или вот у всех. Это, помните, слово 28 глава, 20 стих Евангелия от Матфея. Итак, идите и что сделаете? «Научите все народы». Это самое слово встает. «Научите». И здесь Павел говорит, «Но вы не так научились у Христа». Или «не так выучили Христа». «Не так вот вы его выучили». «Не так». И дальше идет очень интересная фраза. «Если вы…» У нас переведено «потому что вы слышали о нем и научились». Если у вас есть английский перевод или оригинал, там написано «если вы услышали его и если у него научились». Почему Павел так написал? Во-первых, он их не учил так, учеников. Но в этих фразах, в этой фразе, он показывает самый главный принцип освобождения от прежнего образа мышления, образа жизни. Смотрите, у язычников, у нас с вами, от чего все пошло? От помраченного разума, от суетности чего? Ума. Значит, что надо преобразить прежде всего, чтобы изменилась наша жизнь, чтобы стали жить праведной и святой жизнью? Что надо поменять? Поведение или разум? Разум сначала менять надо. Наша ошибка часто, мы встаем, учим детей, учим с кафедры, учим, пишем книги, сразу начинаем менять людей, их поведение, не поменяв их разум, не поменяв образ мышления. Апостол Павел дает нам пример, он меняет, он говорит, по перемене жизни, уже написав четыре с половиной главы учения, которое меняет наш разум. И он это говорит, познать Христа, научиться у Него. Чтобы поменять образ жизни, надо учиться у Христа. Церковь должна изучить Христа, просто изучать. Писание, смотрите, как Он поведет себя, чему Он учит, что Он делает, как Он это делает, чтобы у Него это перенять, вобрать свой разум, вобрать свой образ мышления. Наш разум, он так и устроен, когда наступают моменты жизни у каждого из нас. Мозг так работает. Мы обращаемся к своему опыту, мы обращаемся к своим знаниям. И если там нету Библии, нету учения Христа, мы выберем то, что там обычно. Так, так, у меня проблема, надо украсть, у меня проблема, надо наехать. У меня проблема, надо... А когда у нас есть учение от Христа, так, у меня проблема так, надо помолиться, надо довериться Богу, надо работать. Здесь Павел будет работать над нашими недостатками, помогать нам. Он будет говорить, чтобы мы перестали врать с 25 стиха. С гневом, с воровством, с гнилыми словами. Он будет работать, но это как примеры. Как примеры избавления от прежнего образа жизни. Но сейчас Бог назовет с вами изучать Христа. Если вы только услышали Его, да, вот это очень важно. Павел уже заметил, что даже уже в первой церкви, мы сегодня читали, да, нам вставали, говорили, с 15 главы «Деяния апостолов». Уже была ересь иудейская, которая говорила не Евангелие, а какое-то уже трансформированное иудейское учение. Вам надо обрезаться, вам надо закон соблюдать. И там ноль было учения о Христе. Поэтому Павел говорит, если... Это крайне важный момент читать Слово. Крайне важный момент в церкви проповедовать Слово. Да, очень важный момент. И это все важные действия, они присущи разуму. Разуму. И поэтому Павел говорит, обновиться духом ума вашего. Важное действие. Оно написано, 22 стихи красиво написано, но буквально так. Снимите себя старого человека. Вот как мы приходим домой, одежду снимаем, это вот Павел этот образ нашел. Этот ветхий человек, да, у нас, рожденных свыше, Бог у нас оставил ветхого человека. Бог у нас оставил прежний опыт жизни. Если бы хотелось бы, вот только уверовал, и забрали у тебя образ жизни, и дали новый. Но это было хорошее, чудесное, чудо действенное действие, простите. Но Бог решил так оставить нам прежний опыт жизни. Если бы забрать, то мы были бы как младенцы, как дети, которым надо заново, вот новый, новый опыт. А нам-то надо жить. Нам продолжать жить. И поэтому Бог нам оставил такой путь, что мы постепенно оставляем прежний образ жизни, снимаем ветхого человека, и что? Одеваем нового человека. Праведного и святого человека одеваем. Одеть на себя. Эти действия, они очень важны, и это мы должны сделать сами. Сделать сами. А про обновиться духом ума вашего, там стоит страдательный залог. 23 стих. Обновление ума не в нашей силе получается. Я хочу, чтобы вы были обновленными умом, но в страдательном залоге попробуйте это сказать. Станьте обновленными разумом. Опять, как бы, наше действие. Я думаю, что Бог обновляет наш разум. Наше содействие с Богом в чем? Мы читаем Слово, Евангелие, познаем Христа, а Бог меняет наш разум. Когда Бог меняет наш разум, наш разум начинается обновленным быть, и тогда меняется наше поведение. И тогда меняется наше поведение. Вот об этом апостол Павел говорит, не знаю, получилось ли объяснить, но это не конец, потому что с 25 стиха Павел будет показывать примеры обновления дальнейшего. Поэтому эту тему мы не оставляем, будем продолжать молиться, и если Бог позволит через месяц проповедовать, но давайте в течение месяца, задание на дом, давайте обновляться. Прежний образ жизни безбожный оставляйте, он вредит вам и вашим окружающим. Приобретайте, вот нового человека, одевайте на себя, просто облекайтесь в него, Божьего истинного, святого, чистого человека, созданного по Богу и Богу. Я ему за все слава. Аминь. Давайте молиться. Спасибо. 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 Аминь. Отец наш Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, прими прежде всего славу. Славу за милость великую Твою к нам, которую Ты проявил во Христе Иисусе. Благодарим Тебя за спасение, жизнь вечную в Нем. Благодарим Тебя, что Ты так много сделал для нас во Христе Иисусе. Что Ты оправдал, искупил нас, что Ты купил нас дорогую цену. Что Ты приготовил для нас великое будущее. И дал великое для нас, каждому из нас, сокровище на небесах, которое ждет нас, ожидает. Благодарим Тебя за великое наследство в Царстве Твоем. Царствие великого Христа. И что Ты сделал нас царями и священниками. Благодарим Тебя, Господь. И благодарим Тебя, что Ты работаешь над нами. Работаешь через Слово Твое. И что вера в Евангельское – это начало жизни. И Ты нас освобождаешь. Освобождаешь от этого бремени, которое тяготило нас. Этот образ жизни безбожной, который и сейчас до сих пор нас мучает. И Ты нас избавляешь. Благослови всех нас. Помоги нам всем познавать Тебя, Иисус. Читать Твое Слово. Размышлять, чтобы Слово Твое, заповеди Твои, заповеди Иисуса Христа, Сына Твоего, меняли наше сознание. Меняли наш разум. Чтобы поменялось наше поведение. Чтобы мы перестали грешить. Чтобы мы буквально преобразились в Тебе. Чтобы вот этот образ жизни, который тяготит нас, который вредит нам, от которого мы страдаем, и наши ближние страдают. Чтобы мы сняли его с себя и облеклись вот в цель нашей вот здесь жизни. Чтобы мы стали святыми и чистыми людьми. Такими, какими Ты хочешь нас видеть. Как будто бы Ты нас создал, запланировал. Созданную по Богу. Созданную такими, как вот Бог запланировал. Благослови всех нас в этом действовать и поступать. Тебе же за все слава, Вами Иисуса Христа. Аминь.